По всему миру из-за коронавируса отменяют массовые мероприятия. Крайные меры принимают уже и соседняя Россия, где запретили гуляния с участием больше 5000 человек. Тем временем COVID-19 уже подхватили более 117 тысяч человек в мире. Умерли 4000. Айгуля Монтаева о профилактике коронавируса. 38 человек проверяют на коронавирус в стационаре. Почти 4000 под домашним карантином. Так выглядят свежие эпиданные по коронавирусу в Казахстане. При этом официально в стране нет ни одного больного. Но исключать, что страну минует COVID-19 нельзя, уже заявили чиновники. Полностью изолироваться от внешнего мира невозможно. И мы не исключаем проникновение инфекции в нашу страну. Прогноз появления коронавирусной инфекции является лишь прогнозом наших ученых, которые сделаны методом статистического моделирования. Ильжан Бертанов, министр здравоохранения Республики Казахстан. Риски есть, а значит нужно следить за своим здоровьем. Повышенная утомляемость, кашель, чихание, заложенность носа, боль в горле, повышение температуры и озноб. Признак того, что с организмом не все в порядке. COVID-19 могут сопровождать и ощущение тяжести в грудной клетке, боль в мышцах и даже бледность. Не занимайтесь самолечением, бегите сразу к врачу. Однако лучше новую болезнь предупредить, чем лечить. Как можно чаще моем руки с мылом тщательно, не менее 20 секунд, промывая каждый палец. И после насухо вытереть одноразовым полотенцем. И им же, чтобы не трогать кран чистыми руками, закрыть воду. Если вы в дороге, может спасти антисептик. Избегайте массовых мероприятий, тем более контакта с людьми, у которых кашель и температура. В помещении использовать маски, но помните, что они не панацеи от болезни. Маски могут стать барьером на 2 часа. После нужно менять ее, либо прогладить горячим утюгом. Избегайте частого касания лица, в частности рта, носа и глаз. А мобильный телефон врачи рекомендуют обрабатывать спиртом. Новый совет от японских ученых. Ваш рот и горло не должны быть сухими. Для этого каждые 15 минут делаем несколько глоточков воды. Вирус боится высокой температуры, а значит лучше пить подогретую воду. И самое важное воздержаться от поездок в эпид неблагополучной страны. А список эпид неблагополучных стран в мире уже перевалил за сотню. В списке антиновичков появилась и Турция. В США число зараженных перевалило за тысячу. Всемирная торговая организация отменила все заседания. Болен один из сотрудников. И теперь выясняют, кого он успел заразить. Организаторы Олимпиады и вовсе подумали перенести игры. Правда, позже, видимо, посчитав убытки, поменяли свое мнение. Нет никакой гарантии, что мы сможем снова использовать площадки, если отложим Олимпиаду на год или два. На данный момент мы не планируем перенос игр. В условиях такого распространения вируса Казахстану приходится постоянно обновлять список опасных для поездок стран. Первую А категорию с обязательной двухнедельной изоляцией с Китаем и Раном Южной Кореи дополнила и Италия со своим десятком тысяч больных. А наших сограждан, к слову, там больше двух тысяч. В Германии вспышка вируса охватила все регионы. Поэтому теперь страна, помимо Франции и Испании, теперь в категории с домашним карантином. Кстати, домашний режим, убеждают врачи, ничем не отличается от больничного. Прежде всего, это должна быть отдельная комната для этого человека с очень часто закрытой дверью. Не целоваться, не обниматься. У него должна быть отдельная посуда, которая до и после использования должна обдаваться кипятком. Переселить из этого помещения, из этой квартиры тех людей, которые представляют группу риска. Пожилые старше 65, дети моложе 5 лет, беременные женщины и больные с наличием хронических заболеваний. А некоторые страны перешли и вовсе в режим изоляции. Например, Монголия закрыла перелеты в Россию, Турцию и Казахстан. Запрет действует до 28 марта. А вот в китайском Ухане, откуда и распространился коронавирус, некоторые организации вернулись к работе. В первую очередь фармацевты и нефтегазовые компании оживают из супермаркеты. Вспышка в Поднебесной идет на спад. Чего не скажешь о других странах. Айгуля Монтаева, Алибек Алиев. Итоги дня.